У госпитализированной с пневмонией жительницы Пензенской области действительно коронавирусная инфекция. Об этом официально сообщили в правительстве соседнего региона. По данным областного распотребнадзора, за пределы России женщина в этом году не выезжала, но могла общаться с кем-то, кто вернулся из-за границы. Круг контактировавших с заболевшей уже установили, проверили и членов семьи. У них результат теста отрицательный. С понедельника в регионе введен режим повышенной готовности. Со вторника раньше почти на неделю начались весенние каникулы в школах. Во время каникул подготовиться к возможным различным сценариям развития ситуации и подготовиться к переходу на дистанционное обучение. Я повторяю, что это мера профилактическая. В детских садах соседней области ввели утренний фильтр, измеряют температуру на входе в группу. В Пензе на коронавирусную инфекцию обследовали больше трехсот человек. Федеральный центр держит ситуацию с коронавирусом на контроле. Специально созданный для ее мониторинга центр посетил президент. Там он пообщался с волонтерами-медиками, которые будут помогать оказавшимся на карантине пожилым людям. То направление, о котором мы сказали, чрезвычайно важно, потому что мы знаем, что вирус поражает людей старшего поколения. Последствия, во всяком случае, для них тяжелые наступают чаще, чем для других возрастных категорий. У нас, слава богу, пока нет такого масштаба, как в некоторых других странах. Нужно, конечно, упреждающе начинать работать. И в этой связи, конечно, работа с людьми старшего поколения, она крайне важна. У кого-то есть возможность воспользоваться услугами близких людей, родственников, знакомых, друзей. У кого-то такой возможности нет. И здесь, конечно, помощь волонтеров, причем квалифицированная помощь, она просто абсолютно необходима. Между тем, в Мордовии с симптомами ОРВИ госпитализировали человека, вернувшегося из Италии. Результатов анализов пока нет. Он был под наблюдением в числе 16 путешественников по неблагополучным странам. Всего под пристальным вниманием врачей у нас в регионе находится больше 40 человек. По состоянию на 11 марта коронавирусную инфекцию в республике подозревали у 8 наших земляков, 7 уже выписаны. Павел Степаненко, Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова